Добрый день! В этом видео мы рассмотрим пример репликации баз данных Microsoft Access с помощью облачных сервисов. Для примера возьмем облачный сервис Mail.ru. Для создания облачного хранилища администратору необходимо зарегистрироваться на сайте Mail.ru. Файл основной реплики находится на локальном компьютере администратора. А в облако помещается лишь его реплика. Для всех пользователей, в нашем примере их будет три, создается также аккаунт на сайте Mail.ru. После этого для каждого пользователя создаются дополнительные реплики, которые так же, как и в примере с администратором, хранятся на компьютере каждого из них. Следующим шагом будет предоставление доступа для пользователей 1.2.3 к реплике, хранящейся в облаке администратора. Это можно сделать в веб-версии облачного сервиса. Для этого выделяется папка, в которой находится реплика для синхронизации, а далее нажимается кнопка «Настроить доступ». После этого откроется дополнительное окно настройки доступа, в котором необходимо указать электронные адреса всех пользователей, для которых будет предоставляться доступ. После подтверждения данного запроса, каждый пользователь получает доступ к реплике, хранящейся в облаке администратора. Плюсом данной технологии является то, что каждый пользователь может синхронизировать свою реплику с репликой, находящейся в облаке администратора самостоятельно. Рассмотрим процесс синхронизации через облачный сервис на практическом примере. Для этого нам необходимо открыть основную реплику базы данных администратора, находящуюся в нашем случае на рабочем столе. Следующим шагом будет создание реплики для синхронизации, которая в дальнейшем будет помещена в облако администратора. Теперь создадим дополнительную реплику, которая будет использована в удаленном офисе. Продолжение следует... Следующим шагом нужно поместить созданную нами реплику для синхронизирования в облако администратора. Для этого создадим в облаке дополнительную папку «Учет клиентов» и поместим нашу базу данных в нее. Следующим шагом будет настройка доступа для папки «Учет клиентов» для удаленных офисов. Для этого авторизируемся на сайте через почтовый адрес администратора и заходим в веб-интерфейс «Облако». Выделяем необходимую папку и жмем на кнопку «Настроить доступ». В следующем поле необходимо указать электронный адрес офиса, для которого предоставляется доступ. И нажать кнопку «Добавить». Следующим шагом мы авторизируемся на сайте с помощью почтового адреса офиса, только что указанного в окне настройки доступа. Переходим в облако и нажимаем на ссылку «Общий доступ». Перейти в списки слева на «Доступные мне» и щелкнуть на кнопку «Подключить» в правой части экрана. Следующее действие необходимо выполнять на рабочем компьютере удаленного офиса. Эту программу можно скачать на сайте mail.ru, а далее авторизироваться через почтовый адрес удаленного офиса. После авторизации программа выдает уведомления о подключенных новых папках. Теперь необходимо дождаться синхронизации облачных сервисов и проверить наличие реплики для синхронизации. С локального компьютера удаленного офиса необходимо открыть реплику, созданную ранее. в нашем случае она располагается на рабочем столе. Далее в строке адреса синхронизации указать реплику базы данных находящейся в облаке. И подтвердить синхронизацию.